всем добрый день добрый солнечный день у нас сегодня солнышко вчера целый день был дождь но я показывала у нас был дождь с солнцем и была очень такая красивая радуга вот на сегодня солнышко не знаю буду дождик или нет надеемся что нет погода очень хорошая теплая ветра нету солнечно у нас уже пол двенадцатого дня и сейчас я поеду за пацанами в школу потому что сегодня пятница и последний день учебы и мы выступаем выходим на каникулы еда я помыла по сутку здесь разобрала белье здесь мне чистое белье которое сейчас у меня закончилась стиркой нужно его повесить но я наверное уже не успею потому что уже пол двенадцатого мне нужно сейчас быстренько одеваться и ехать за пацанами что я и сейчас и сделала потом уже приеду и закончу со стиркой я оделась переоделась даже нанесла мейкоп и румяны это вообще ну просто знаете иногда как крик души такой хочется выглядеть ну хоть немножечко как человек хоть немножечко нормально вот но сейчас у меня было такое состояние что захотелось просто как-то ну хоть немножко привести себя в порядок вот все поехала за пацанами я еще хочу наверное заехать в магазин fox и посмотреть им какие-нибудь джинсы штаны кофты хотя я вот не люблю праздники не то что не люблю праздники не люблю вот эту суету все вокруг одежды какие-то там наряды еда потому что праздник тем более такие праздники как рождество или пасха это такие святые праздники и я считаю что вот это вот вся суета сует как говорится за одежды еда это все глупости вот и у нас сейчас мусульманская молитва так что я выключаю мы уже дома не прошло по голда я разогреваю обед пацаны вчера не ели я делала рис с мясом они вчера не ели вот сейчас сказала им будете есть то что есть дома так что разогреваю рис я считаю что это во первых это готовится очень быстро и просто я уже не один не первый раз это делаю и показывала уже на своем канале вот и как бы я считаю это нормальным и полноценным обедом потому что здесь вроде как то есть и рис и мясо при сейчас делаем салатик огурчики помидорчики и все будет классно сейчас заставлю их есть просто вот заставлю потому что у нас с едой проблема нужно именно вот заставлять да и стирку я еще не повесила раме можно не кричать вот так что сейчас разогрею и пойду вешать белье и муж уже тоже сейчас должен подъехать у нас час времени в пятницу это короткий день в израиле вот потому что завтра выходной вот такие вот дела вот они наши разукрашки мы прям вчера с пацанами так сели хорошо плодотворно посидели поразокрашивали прям мне очень нравится если честно вот и пацана вам понравились разукрашки вот молодцы тут разукрасили дельфинчика да тут даниэль у меня покалякал я как смогла так и редактировал фейс можно сказать такая черепашка красиво у меня получилось осьминожек это раме тут пытался разукрасить такая вот морская звезда это я разукрашивала ну и все а вот здесь мы разукрасили кстати все вместе разукрашивали вот этот рисунок такая вот красота у нас получилось вчера сидели вечером разукрашивали здесь конечно прям ювелирная работа для нас пришло чтобы на пацанов даниэль вообще терпения нет он от мамы я постоянно вылазил за контуром ничего страшного тренируйся такие вот дела так что очень рада что я купила надо еще будет подкупить так да я заехала в фокс там оказывается скидки были ну в принципе если так посмотреть на одежду которую я купила то есть это обыкновенные спортивные костюмы только единственное что я купила две куртки пацанат ну каждому по куртке вот такая вот куртка которая стоит 170 шекелей вот то есть она и не толстая и не тонкая поэтому она мне кстати и понравилось потому что она и не толстая не тонкая это даниэля точно такую же я купила раме только синего цвета потому что черного цвета не было размера что мне нужно рамчусь а даниэль куба вот так же я купила это костюм спортивный тоже что можно еще фокси покупать только спортивные костюмы но он завернутый я уже не в такой в коробочке в красивой это будет подарок моему племяшки я купила племянница ничего не купила потому что нету ее размеров она у нас девочка девушка высокая длинноногая поэтому для нее я ничего там не нашла и здесь пацанам я купила кофточки штаники покажу вот эту кофточку все доставать не буду в принципе нечего показывать вот но вот эта кофта мне очень понравилось почему я покажу эту кофту потому что такое я купила раме даниэлю и адриану своему племяшке тоже только ему штаники другого цвета такие темно-синие штаны под красный я думаю будет прикольно короче а вот эти вот майки всем троим одинаково я купила вот так так вот я не знаю наверное было даниэль надо было 10 размер братья не 8 что она мне сейчас кажется очень маленькая сейчас заставлю его померить если что надо быстренько будет поехать поменять вот кофта одна стоит 100 шекелей и я считаю что она не стоит этих денег вот ну поэтому они специально эти цены ставят знаете чтобы делать всякие скидки там типа типа скидки такие в кавычках знаете типа там не знаю было два плюс два вот ну короче я не считаю что это кофта стоит 100 шекелей но да ладно за все про все я купила короче мне получилось там двенадцать протим протим как-то на русском сказать короче у меня получилось 12 элементов одежды и за которые я заплатила 730 шекелей если переводить это в доллары ну посчитайте 1 шекель то есть 1 доллар это 3 чем-то шекеля вот я потратила 730 шекелей пойду выйду на балкон я мыла вчера вот это вот стекло а дождь вчера был и она прям забивала доходила до вот ну до балкона внутрь аж заходил дождь короче и опять стекло все обляпанное у нас вот а солнышко теплое теплое на улице наверное где-то градусов 17-18 потому что очень тепло так что я сейчас приду знать это как кот сейчас сяду и буду греться деда мороза вчера проезжал дед мороза дед мороз не дед мороз дед морозы вот проезжали к старшему брату моего мужа сегодня они приезжают к среднему брату моего мужа вот и в субботу проезжают к нам дед мороз и приглашаю также свою сестру так они живут в хайфе у них просто как бы есть можно заказать дед мороза но у них как-то это не так как у нас короче ну вот и каждый год я приглашаю своих племянников к нам чтобы они тоже получили подарки посмотрели вообще на все это веселье 5 секундная но вот но все равно для детей это удовольствие и для нас то что доставляет удовольствие детям значит это доставляет удовольствие и на но в этом году скорее всего они не приедут потому что моя сестра за границей она в румынии племяшки мои не приедут а значит будут получать свои подарки немного попозже ну на новый год дай бог мы все встретимся соберемся у родителей тогда уже буду вручать подарки и на этом я буду заканчивать свой свой влог чтобы как бы не загружать его и не люблю делать длинные влоги потому что их тяжело редактировать вот и тут я сижу на балконе тут все шумит кстати шумит мой муж который там заводит свой трактор он он периодически его заводит и ездит сейчас не ездит на нем потому что ну погода такая знаете не позволяет и опасно я не хочу боюсь вот ну короче вот так он там тарахтит внизу поэтому я буду заканчивать на этом влог вставлю кусочки того как к брату моему уже приходил дед мороз так что смотрите и всем пока это и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...